Я как Елена Летучая, Елена Летучая, Елена Летучая Доброе утро, совсем недавно появилась новая FL Studio 21 И давайте сегодня разберемся, что пиздатого охуенного в ней появилось По сравнению с прошлой версией Скажу сразу, что я реально советую всем на нее перейти Потому что прошлая FL Studio хуйня ебаная Особенно для тех, кто как я сидел просто на стандартной версии 20 Первая фишка, которая появилась, это Теперь без сторонних программ можно самостоятельно покрасить FL Studio Про это я рассказывал в прошлом ролике Но если совсем коротко, то это Options и Theme Settings Здесь можно выбрать любую тему, которую вы хотите Далее, можно по тегу искать что Ну какой звук, типа, вы хотите Условно говоря, Snare Сука, ебаный русский язык, как всегда И здесь будут высвечиваться все снейры То же самое можно делать с хай-хайтами вообще в целом С чем захотите Открываем И вот здесь появилась звездочка Нажав на эту звездочку, вы добавляете звуки в избранное Вот здесь И они тут будут всегда Я вам рассказывал, как кастомизировать драм-киты Собирать свои и выделять их Но теперь это можно делать гораздо удобней Просто нажимая на звездочку Также в том видео я вам рассказал, как сделать драм-киты красивыми Ну вот такими вот И теперь эта функция через текстовые файлы просто нахуй не нужна Потому что вы нажимаете правой кнопкой мыши И можете изменить цвет и иконку К тому же появилось огромное количество новых интересных иконок Советую всем посмотреть, повыбирать что-то Это реально годная хуйня Дальше у нас появилась настройка звука непосредственно То есть вот у нас есть два хай-хета И нам не нужно делать make unique Чтобы как-то его настроить Можно просто покрутить ползунок Для изменения громкости И потянуть вот за такую вот маленькую хуйню слева или справа Для того, чтобы его подрезать Как видите, второй Хай-хет абсолютно никак не меняется Это реальная пиздата К тому же Apple Studio теперь сама будет Знаете Грубо говоря, сама соединять звуки Не нужно, блять Выебываться и делать что-то для этого Вы просто Подносите один звук Ко второму И как видите, они слегка вот так вот Стягиваются друг с другом Тоже на самом деле прикольная хуйня Дальше хотелось бы отметить функцию Ctrl-C, Ctrl-V То есть теперь вы копируете И звук вставляется не в ваш звук просто поверх А в то место, где у вас находится вот этот вот ползунок Но функция Ctrl-V все так же вставляет звук за тем, который вы скопировали Дальше появилась функция Consolidation Track Вы нажимаете правой кнопкой мыши И вот она Она позволяет сделать вам моментально Вов-файл из всего трека И это будет, знаете, типа Как трек-аут обычный И условный Ёбаный Серу Или Амнисфера Не будет так сильно грузить в ваш компьютер Как она это делала раньше Потому что теперь это Вов-файл Вы просто пишете сразу всю дорожку Кидаете ее в Consolidation Track И нахуй удаляете сервум Потому что у вас есть теперь его файл И вам не нужно, блять, делать это По 10 тысяч раз через Ctrl-Shift-C Как мы делали это раньше Также появилась функция Благодаря которой вы можете В микшере Убирать все обработки, которые у вас есть Вы просто на Ctrl-A выделяете И нажимаете вот на эту хуйню Также не знаю, было это раньше или нет Но теперь можно вот так вот изменять Громкость всего трека Не знаю, нахуй это нужно Никогда этим, блять, не пользовался И буквально только сегодня об этом узнал Если это видео было вам бесполезно То идите отсюда нахуй Идите ко мне в телегу Ну а если оно было вам полезной Тем более идите отсюда нахуй Мы с вами не друзья Субскрибе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!